Здравствуйте! Сегодня я хочу рассказать о Красной книге Карелии, которая была выпущена специально для детей. Вот так вот она выглядит. И текст в этой книге одновременно на русском и финском языках, потому что мы приграничная республика, природа у нас точно такая же, как в Финляндии. В ней обитают такие же звери и птицы, которые нуждаются в охране. Эта книга очень интересная, но в то же время грустная, потому что в Красную книгу обычно заносятся сведения о животных, птицах и растениях, которые находятся под угрозой. Природа Карелии переживает далеко не лучшие времена. Многие виды животных и растений могут исчезнуть навсегда. Большинство этих видов обитает в лесах, а также в среде, созданной человеком. Ну и поскольку меняется среда обитания, загрязняются воздух и водоемы, то животные, обитающие в этой местности, также подвергаются опасности. Красная книга – это важный инструмент. Она учит бережному отношению к природе, ведь человек сам – дитя природы. И совершенно неправильно, когда о животных говорят, что это братья наши меньшие, а не наши старшие братья, поскольку появились на Земле гораздо раньше нас. И сейчас, когда вот такая в мире ситуация с коронавирусом, человек должен понять, что он далеко не венец творения, что вирусы даже гораздо старше нас, и поэтому, в общем-то, человек для них ничего не значит. И сейчас, когда люди сидят по домам, города, набережные, лесопарковую зону занимают животные. Собственно говоря, это их земля, это их мир, а мы только гости здесь. Вот в этом я глубоко убеждена. И мы очень часто не замечаем, что параллельно с нами, даже в городе, существует еще одна цивилизация. Это птицы, мыши, животные, собаки, кошки, которые являются такими же равноправными городскими жителями, как и мы с вами. И в нашем городе, даже в промышленных районах, могут произрастать редкие растения, которые нуждаются в нашей защите. Эта книга очень многому меня саму научила. То есть одно из таких редких растений я даже нашла в собственном дворе. И, в общем-то, теперь, когда я иду по городу, я пытаюсь смотреть по сторонам для того, чтобы увидеть, услышать тех, кто живет рядом. Ведь самыми первыми с рассветом просыпаются птицы, и они умеют радоваться каждому новому дню. Мы должны этому у них еще научиться. Итак, сначала первая глава этой книги посвящена животным, или, как их еще иногда называют, звери. Это животные большие и маленькие, которые живут в наших лесах. Ну вот, белка летяга, ее увидеть очень сложно, потому что она в основном действует и летает с ветки на ветку по ночам. Поэтому у нее такие большие, выпуклые глаза. Но, наверное, у каждого на даче живут кроты. Ваши родители их пытаются изгнать, поступают неправильно, потому что это не они пришли к нам на дачу. Это мы заняли исконное место их обитания. Но помимо кротов там живет еще очень интересное животное. Оно называется бурозубка. Она очень похожа на крота или на землеройку, но у нее вот такой вот длинный хоботок есть. Бурозубка, хоботок, да прожорливый роток. Ест червей, жуков, свезней. Нету-то трапезы вкусней. Бурозубка действительно основную часть своей жизни ест и спит. То есть за день она должна съесть насекомых гораздо больше собственного веса. Это условия ее существования. Я еще забыла сказать, что животных и птиц и растения для этой книги нарисовали для вас участники художественной студии поселка Эссела. Эта студия называется «Домик света» и руководит ее художник Олег Обносов. Но, однако, мы путешествуем дальше по страницам этой книги. Мне вот пришлось написать стихи по-русски и по-фински. Это, конечно, очень сложный жанр, поскольку я не детский писатель. И знаете, что было самое сложное? Самое сложное было найти рифму к слову «выдра». Может быть, у вас получится, но кроме «тыдра», уверяю вас, другого слова подобрать сложно. Но я вышла из положения. «Простудились выдры звери, промочив на речке шубы. Еле выдрались на берег. До утра стучали зубы». И вообще очень много похожих друг на друга пушных зверей обитает у нас в Карелии. Один такой зверек – ласка. Это исконный житель наших мест. И говорят, что местные жители еще в прошлом веке, в начале этого, говорили, что домовой очень любит заплетать лошадям косички. На самом деле это делает не домовой, а как раз вот эта ласка. Она любит совершать набеги на курятнике. То есть в том числе ворует кур и вот так вот балуется с лошадьми. «Ну-ка, куры, марш, курятник, удирайте без оглядки. Вот не ласковая ласка, а бандитка астроглазка». Сельские люди, конечно, не любят это животное, хотя с виду это такой очень симпатичный, действительно ласковый зверек. Да, но самый большой бандит нашей местности – это, конечно же, росомаха. Росомаха похожа на медведя и на собаку одновременно. У нее очень большие длинные когти, поэтому и киногерой такой есть – росомаха, который орудует вот этими когтями. Росомаха – животное, редкое, действительно. Но отличается тем, что если, например, ласка заберется в курятник, она там выпьет яйцо, ну, в крайнем случае заберет одну курицу. Больше она не съест, поэтому как-то и не трогает живность. Но если росомаха попадет в курятник, то, в общем-то, она задерет все, что можно. Там горшки побьет и устроит полный погром. Поэтому сельские жители действительно самым страшным хищником считают эту росомаху. И хотя она достаточно средних размеров, но иногда может напасть ей на маленького оленя. Росомаха, росомаха, целый вес стражит от страха. Зайцы, белки, барсуки, не попасться б на клыки. И вот как раз одна из разновидностей расти северного оленя обитает у нас в очень небольшом количестве. Вы знаете, что на севере Финляндии, в Лапландии, ходят целые стада таких этих оленей. Они едят ягель и прочие северные растения. Но вот у нас встречаются достаточно редко, несмотря на то, что это почти домашнее животное, которое обладает очень теплой шкурой и поэтому выдерживает суровые северные зимы. Старый северный олень ягель ел, который день, про себя смекая. Да, мне без ягеля. Куда? Да. И очень большой раздел этой книги занимают птицы. Наверняка вы сами ходили кормить уток, которые теперь уже и не улетают на зиму на юг, хотя им так положено было всегда. Но зимы теплые, горожане их подкармливают, и поэтому утки у нас смело остаются на зиму, потом по весне гнездятся и выводят потомство. Это потомство уже и не помнит о том, что когда-то предки улетали на юг. Ну, утки, в общем, достаточно распространенный вид у нас в Карелии. Но вот есть очень большая птица беркут. Конечно, он не летает в городской местности. Его можно очень редко увидеть на открытых пространствах. Он зависает в небе и парит над землей. Два крыла закрыли небо, будто день и вовсе не был. За крылами звезды меркнут. Есть такая птица беркут. И еще одна птица, тоже лесная, это гагара. Гагара действительно очень благородная птица. Она, если ее охотник подстрелит на водоеме, она понимает, что сейчас умрет, поэтому она ныряет глубоко-глубоко, как только может, цепляется там клювом за водяные растения и назад уже не поднимается. Именно для того, чтобы никому не достаться в руки ни живой, ни мертвой. Серые уточки, не пара, благородная гагара, горделива и нежна, настоящая нежна. И на даче, конечно, тоже обитает очень много птиц. И, может быть, вы видели, прилетали такие маленькие-маленькие пташки размером с воробья, но с огненной горящей грудкой, которой вот жар этой грудки перетекает на хвостик. И поэтому птичка так и называется – горехвостка. Удивительное дело! В сад жар птица прилетела. Жаль, что маленького роста. Эта птица горехвостка. Да, и, конечно же, каждый из вас хоть раз в жизни слышал, как дятел стучит по дереву. Он, во-первых, выискивает оттуда насекомых, во-вторых, делает припасы на зиму, то есть в расщелины дерева забивает желуди и орехи. И, конечно, тоже каждый из вас хоть раз в жизни наблюдал в небе клин журавлей. Они зимуют далеко-далеко в Египте. То есть, представляете, какое нужное им расстояние преодолеть половину земного шара. Летят они клином высоко и каждую весну возвращаются на родину, на наше болото, чтобы там оставить потомство. Клин летит пунктирный, длинный. Клин небесный, журавлиный. Зимовали, густья, нила. Только родина манила. Журавли – это действительно очень красивые, благородные птицы. Вы знаете, что им посвящено очень много стихов и песен. Действительно, это красивое зрелище, когда высоко в небе летят журавли и кричат в знак приветствия или прощания с Родиной. Да, еще одна птичка, которую, опять-таки, можно увидеть только в сельской местности, на открытых пространствах, в полях. Вот эта птичка – коростель. Она появляется в сумерках и шествует по полю пешком. Коростель еще обладает таким странным натреснутым голосом, как будто кто-то палочкой проводит по расчески. Если вы когда-нибудь в поле слышали такой звук, вот это как раз кричит коростель. Там, где лук в дорогу стелит, прямо к зарослям осины, поселились коростели в осельках полночно-синих. Ты прислушайся под утро к рику птиц. Что-то вроде креек печит, креек, как будто палочкой по гребню водит. Да, и у нас есть очень крупные птицы, например, орлан белохвостый, которого увидеть можно очень и очень редко. Во-первых, их вообще мало у нас в Карелии. Во-вторых, это очень осторожная птица. И опять-таки, конечно же, орлан не будет жить в городе. Он живет вот в таких диких местах. Там же, в диких местах, на окраине леса, гнездится небольшая хищная птица пустельга. Пустельга часто занимает вороньи гнезда. Иногда может поселиться и в пустом гнезде. Пустельга обычно охотится на открытом пространстве и часто неподвижно зависает в воздухе. Пустельга – это тоже перелетная птица, которая возвращается к нам на родину ранней весной, но сейчас у нее входит в привычку оставляться здесь на зимове, потому что зимы стали теплыми. «Осень убрана из тога, воздух сух до трещин, прилетела пустельга, крыльями трепещет. Пусть и холоден поют, лес до жути странен, так лети скорее на юг, солнечные страны». Еще мне хочется рассказать про действительно грозную птицу наших лесов. Это черный коршун. Птица с длинным хвостом. Обитает она вблизи пустоши, в редколесии и часто по берегам рек и озер. Питается она в основном падалью, но обладает такой очень интересной овцобенностью, что любит украшать свои гнезда. То есть раньше она искала на побережье цветные тряпочки. Сейчас излюбленные украшения черного коршуна – это обрывки целлофановых пакетов. Они яркие, не рвутся и очень красиво шуршат на ветру. Причем украшать свое жилище может только очень сильный коршун, потому что соседи ему чисто по-человечески завидуют и пытаются разрушить эту красоту. А если черный коршун сильный, он не боится соседской зависти, потому что способен защитить свое гнездо. Черный коршун, как индеец, любит яркие идеи. Он на свалке ленты ищет украшать свое жилище. Если вышел дом красивый, значит коршун очень сильный. И над завистью соседа обеспечена победа. Ну, следующий раздел книги – это растение, и открывает его и грибы. Редких растений у нас тоже очень много и много очень целебных трав. Просто мы не знаем об этом. Ходим по ним, а они могут принести очень большую пользу. Вот, например, «Василисник» или «Василисина трава». Она растет в рощах, у водоемов и используется в народной медицине. «Василисина трава знает тайные слова, на ветру слова лепечет, раны и нарывы лечит». Еще очень интересное растение – это герицель, или как его в народе называют – ежевик. Считается, что это такой гриб, но на гриб он действительно ничуть не похож. Это такой белый нарост на стволе дерева, который напоминает круглую мочалку. Вот герицель – ежевик, то ли ежик, то ли гриб, а вообще лесной коралл. Я ни капли не наврал. Да, следующее растение – это калипса луковичная. В народе она называется «Верниерин басмачок», потому что действительно напоминает вот такую темно-розовую туфельку, которая висит на длинном стебле. Именно это растение я недавно обнаружила у нас во дворе. Оно росло возле сараев. Никого не трогала, никто не обращал на него никакого внимания. Туфелька, на ножку не надетая, висит себе на стебле, фиолетовая. И еще одно растение, которое вы наверняка много раз видели, это лиственница. Она растет и в городе, и за городом тем более. Похожа на елку, но отличается от елки тем, что на зиму сбрасывает свои иголки и остается совершенно голая. Это елка и не елка. Летом в мягоньких иголках. Вовсе голая зимой. Ну как не стыдно ей самой. В этой книге есть еще очень много стихов о различных растениях и о животных. Кто-то может захочет и по-фински почитать. Но что я хочу сказать о том, что у человека дома обязательно должен кто-то жить. Должны быть и домашние растения, и домашние животные. Потому что основная задача всякого домашнего питомца, будь то собака, кошка или хомячок, это воспитать человека для того, чтобы он просто вырос добрым. Если ваши родители запрещают вам заводить животных, покажите им это видео. И я уверена, что если у вас кто-то появится, котенок или щенок, то родители сами обязательно его полюбят. Потому что животные умеют очень хорошо воспитывать не только детей, но и взрослых. Спасибо за внимание.